Туристы пытаются через суд компенсировать свой испорченный отдых. Я напомню, в июне более 200 человек двое суток провели в Нижегородском аэропорту. Люди должны были лететь в Турцию, но чартерный турецкий самолет все время ломался. Его пытались ремонтировать, даже запчасти из Турции привозили, но все беззаконно. Причем людей несколько раз сажали в самолет, начинали разгоняться, а потом резко тормозили. В общем, вместо того, чтобы отдыхать у моря, люди за эти двое суток были измучены и запуганы. Некоторые туристы решили добиваться возмещения через суд. Мы запускали двигатель, был очень резкий, такой скрежет и прям гарь. У меня очень сильное обоняние, у меня прям нос драло, глаза тоже драло. И этот запуск был неоднократно. Мы в 9 часов только сообщили, что рейс будет отложен на завтра. То есть в 9 часов в зоне ожидания мы сидели, там ни питья не давали, кушать было тоже нечего. Дети прям спали на полу. Турка компания не предоставила нам даже воду, еду. Было очень много иногородних людей, которые также ночевали в аэропорту. Мы не знали, что рейс принесли. То есть мы опять ночевали дома, рано опять вставали, то есть вот эти сборы. И утром прилетели, рейс опять принесли. И потом оказалось, что мы ждем какую-то запчасть. Но при взгляде у нас что-то опять случилась, какая-то неполомка. И слева как турбина что-ли загорелось, что-то резкое такое. Люди вообще были в шоке. Ожидаешь отдых, а в итоге это морально просто истрепано. Начало отпуска у меня вообще, конечно, долго отходило от этой ситуации, поэтому подала иск. На сегодняшний день судами рассмотрено 21 исковое заявление. Все они были удовлетворены. Присуждено денежных средств на сумму чуть больше 500 тысяч рублей. Кстати, ни одно из судебных решений в силу еще не вступило. И турфирма, организовавшая тур с подобными решениями суда, не согласна. А в чем нас видать виновым? Невиновым. То, что люди не могли улететь. Ну, дело же не в этом. Дело в том, что это фост-мажорная ситуация. Ну, это фост-мажор. Вы представляете, он вообще взорвал самолет. То, что они сделали, это вообще просто большие молодцы, что они туристов все-таки перебронировали бесплатно. Вернули деньги, кто захотел. Все сделано просто очень красиво. И слава Богу, все живы здоровы, что самолет не взорвался. Кстати, областной суд уже рассмотрел одну из кассационных жалоб турфирмы и все-таки принял решение в пользу пострадавших туристов.